Доброе утро, дорогие друзья! Извините, перелет не успел. Итак, вы знаете, сейчас все больше, я сейчас разговаривал с москвичами, у них непростая ситуация, да и в других странах. В эти тяжелые дни, вот мировой эпидемии коронавируса, когда с одной стороны рушится гордыня человека, когда рушится вот то, на чем строился 20-й век, что вот мы, сила человека, все в его руках, как человеческий разум со всем справится, с другой, никто из тех, кто смотрит сейчас о том, что происходит с больными, слышащих о них, он не знает, превратится ли он завтра, будет ли он участником этой трагедии, зрителем ли. Поэтому всем написано в эти дни, особенно важно укрепиться в настоящей вере, к возвращению, к раскаянию какому-то, потому что если мы не меняемся сами, так просто мир теперь уже не поменяется. Потребность раскается, появляется у человека тогда, ну, когда он осознает какую-то необходимость глобального изменения вот всей сложившейся у него системы ценностей. Когда мы видим, что та дорога, которой мы шли, она тупиковая. Здесь важно, правда, вот знаете, вот есть люди, что начинают прошлое смотреть, перед самобичеванием заниматься, это не надо этого делать. Всегда соприкоснувшись со злом, всегда пачкаешься, как с грязью. Поэтому люди в той или иной мере, которые, ну, немножко такой духовный мазохизм, склонны создавать, возвращаться к своим воспоминаниям, к своим прохам, к своим грехам, к своим ошибкам. Это не так, надо просто из анализа прошлого извлекать практические выводы на будущее, а не расчесывать раны. Вот тогда мы делаем правильные вещи. Вот вдумайтесь в такую вещь. Однонаправленность времени считается строго установленным фактором. Ну, сегодня первое, завтра второе, послезавтра третье, да. Но выражение совершить шоу, вот, раскаяния, оно парадоксально. Это вернуться в прошлое, казалось бы, невозможно. Но процесс духовного возвращения, как бы это сказать, он не в обычном мире происходит. Он в пространстве, не подвластном физическим законам, где будущее и прошлое существуют одновременно. У Бога там нет времени. У него все сливается в единую бесконечность. Это непрерывный процесс, очень сложный. Но вот надо это понять. Здирая вот на весь этот окружающий мир, не надо забывать, что мы видим лишь только то, что доступно нашим глазам. Мироздание этим не исчерпывается. Есть высший мир, недоступный человеческому восприятию. И то, что там происходит, мы не понимаем. В материальном мире это только проекция борьбы в духовных мирах. Поэтому настоящая борьба идет между нашими духовными составляющими. Надо сегодня понять, что другого пути уже нет. Дорога длиной тысячи километров начинается с первого шага. Надо сделать этот шаг. Но еще лучше, раньше, начинается эта дорога, знаете от чего? От желания туда идти. От желания исправить свою жизнь. От безнадежности, вот этой, которая ты видишь, что материальность засасывает. От Всевышнего нас отделяет не время, а духовная дистанция. Вот это надо понять. Вот когда человек идет к раскаянию, надо понимать. Вот эта духовная дистанция не имеет отношения к тому, в каком мире, земном или небесном, пребывает душа человека. Но самое страшное другое. Если человек не выстроит свою связь с Всевышним, в этом мире, он в следующем, в десятки тысячелетнем, тоже так же далек от него, как в мире земном. Вот трагедия, приходит человек в следующий мир, он совсем потерял свою жизнь. Человек должен думать немножко, человек должен оценивать. Вы знаете, что написал один мудрец, если бы человек хотя бы один час в день освободился от остальных мыслей, задумался и сказал себе, что сделал такого Авраам, Ицхак, Яков, Маше, Давид, что они сделали таком, что стали близки к Богу. А может быть я что-то сделал, когда ты задумаешься, может быть у тебя и найдется что-то в голове такого, что ты поймешь, что да, вот, а почему я не могу, ну может быть не в таком размере, но при этой дороге или вот этим пути идти, посмотрите их пути, они все описаны. Главная работа человека в этом мире исправить себя и тем самым исправить весь мир. Другой работы у него нет, брахавы от слаха, хорошего шаббата, возвращение нам правильного, и чтобы уже все эти напасти, увидев, как мы вернулись, ушли от нас. Брахавы от слаха.